Здравствуйте, товарищи генералы! С вами генерал Алексей! Продолжаем кампанию за Китай, следующая миссия на очереди. Кстати, сложная будет. Дорогие новости, генерал! У JLA хватило наглости использовать одну из железнодорожных веток. Они собирают войска в Бишкеке, бывшей столице Алдастана. Только ваша немедленная контратака может ответить на недавние наступления JLA. Бишкек, столица Киргизии. Нам сегодня предстоит сложная миссия, а в общем, разработал алгоритм, как лучше ее проходить. Иначе будет вообще печаль беда. JLA доставляют войска в зону при помощи поезда. Мы должны уничтожить железнодорожный мост на северном крае города, чтобы остановить их. То есть, получается, ГАУ постоянно получает подкрепление с поезда. И этими подкреплениями, конечно же, идут в атаку. Я только одно понять не могу. Ну, неужели нельзя взять самолет и бомбануть этот поезд, да? Или бомбануть мост? Как бы, в чем проблема-то? Самолеты нам уже доступны, да? Тут, в принципе, с воздуха не такая уж и хорошая оборона. То есть, прилетай, уничтожай, и все хорошо. Но, ладно. Ну, вот наша скромная база. Да, значит, нам нужно черного лотоса отвезти к мосту, чтобы она установила заряд. Значит, давайте хакеров отведем, чтобы они не мешали. Начнем добывать ресы. Ну, и соберем те ресы, которые разбросаны по карте. Они нам очень хорошо помогут вначале. Здесь тоже есть ресы. В общем, я очень долго мучился с этой миссией. И так или иначе выработал алгоритм, чтобы было... Ну, не то, что проще проходить. Просто сама по себе миссия достаточно сложная. И ее тяжело, тяжело осилить таки. Но, так или иначе, нет ничего невозможного. Забираем ресы. Тут еще есть... Давайте сразу улучшение на Гатлинга и пламя сделаем. Точка выхода сюда. Ну, и заказываем, значит, побольше ракетчиков. Пока наша задача построить немножко войск, которые будут сдерживать противника. Это я уже понял. Чуть позже, чуть позже мы сходим к ГЛАшкам. Будем похищать их ресы. Беспалево, так скажем. Отлично. Возвращаемся на базу. Давайте, значит, закажем вот этих ребят. По ресам пока все очень печально. Но вначале всегда так. Вначале всегда все очень плохо. Тем более, что ресы мы тулком добывать и не можем. Кстати, немножко странно, потому что, ну, дали бы строить хакеров, да? То есть, хакеров я тоже строить не могу. Вот дали тебе три вначале. Вот, как бы, и этим и довольствуйся, да? Быстрее. Что, в принципе, очень плохо. Не так уж и много это, три штуки. Сейчас давайте еще вот эту машинку построим одну. И уже пойдем захватывать плацдарм. Ну, кстати, давайте сразу уже захватывать потихоньку. Генерал, поезд доставил, новые войска. Она всю игру будет вот так триндеть. Поезд доставил, поезд доставил. Да я понял, что доставил. Хватит уже это, трещать-то. Одно и то же. Захватываем резы. То есть, по большей части, мне не сколько сам поезд волнует, сколько она, это, трещит. Одно и то же. А тут, кстати, есть фабрика. Которую можно захватить и продать. Но он не строит, по-моему, войска с той фабрики. Так что пусть, пусть тогда остается. Так, значит, отправляем машинку сюда. Все, наша задача здесь просто окопаться, да? Сдерживать оборону противника. Ну и давайте закажем еще ракетчиков, потому что есть также здесь проход, по которому он будет тоже бегать. Ну, я думаю, что тех войск, которые я построил, их хватит для того, чтобы его сдержать. Забрасываем в это здание, как раз он будет проезжать здесь, и будет сразу атакован ракетчиками. Уже бежит. Такой. Все, захерачили его. Пробегаем дальше. Давайте ракетчиков побольше. Он вообще неугомонный, только вроде начали уже атаковать. Но ничего, я думаю, что у него не получится. По крайней мере, хочу в это верить. Так, значит, ребят, в следующем, что нам нужно сделать, это пару огненных танков. Огненные танки для чего нужны? Дело в том, что дальше там есть стадион. Сейчас давайте его покажу. И с него будут бежать разъяренные зрители, которые пойдут на наши базы, и не только в атаку. И, в общем, чтобы их успокоить, нужно построить побольше огненных танков. Неплохо, неплохо мы справляемся. И главное, звание уже получили второе, что хорошо. А, то есть, получается, наша техника будет еще и чиниться. Так, давайте еще ракетчиков. Меня больше всего нижняя сторона беспокоит. Ну, тут уже много у нас войск, в принципе, можно уже и выдвигаться, да, потихоньку? Пламя у нас уже есть, так что... Так что можно уже выдвигаться. Этот стадион вообще опасная штука, потому что реально... А, вот эти ребята, фанаты, да, они такие дикие, капец просто. То есть, у них урон хороший, они такой толпой прут, что просто жесть. Давайте примерно вот сюда. Сейчас, как только я подъеду поближе, активируется скрипт. И попробую тут эти толпы придурков. Ну, примерно так. Надо только чуть ближе подойти. Так, значит, давайте закажем. Ага, многому что тут закажем. Ресов вообще нету нихера. Ну, что ж. Снизу пока вроде не атакуют. Так, забираем, усаживаем в здание. А, сейчас можно лотосом, кстати, скрипт активировать. Пробегаем чуть дальше. Фишка в том, что мы сейчас у него рез и потырим немножко у противника. Чтобы ему жизнь медом не казалась. И лучше это не затягивать, да, чем раньше начнем вкачать у него рез и тем лучше для нас. Так, жухаем, жухаем. Сейчас только стоит отойти подальше, как скрипт активируется. Вот она, кстати. Херня у него по добыче резов. Из которой мы и будем качать бабки. Так, ну все вроде хорошо, да? Мне сейчас она побольше еще огненных танков построить. Она постоянно трещит. Войска, 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 войска. Да я уже понял, что поезд постоянно курсирует. Хватит уже об этом говорить. Ну что, ребят, давайте аккуратно. Дело в том, что здесь машинки постоянно патрулируют этот участок. И, короче, надо быть максимально аккуратным. Иначе ее попросту могут убить. О-о-о, хорош. Значит, давайте закажем еще парочку танков. Смотрим. Машины пока не проезжали. В общем, не хочу пока рисковать. А, во-во-во, только что проезжали. Все, хорош. Давай бабки еще. Ха-ха. На самом деле, может показаться, что типа можно качать и качать. Нет. Не так уж и много у него резов. То есть, рано или поздно у него попросту закончится. Конечно, он там потихоньку добывает. Но, так или иначе. А можно как-то это? Атаковать до того, как в тебя начнут стрелять. Еще два танка готова. Сейчас будем активировать скрипт. Так, машинки проезжают. Сейчас мы у тебя реза еще похитим. А то есть, он добывает, добывает. Вот так потихоньку. Можно у него воровать, воровать. Ну, вначале тебе дают достаточно много денег. А потом все меньше, меньше. Так, хорошо. Все, ребят, проезжаем. Так, точно. Идем. Насколько я помню, эти танки не реагируют на собственный огонь. Так что можно смело кататься. Уровень давления установлен. Во, началась движуха. Генерал, разъяренные толпы движутся от стадиона в нашем направлении. Приготовьтесь защищаться. Короче, сейчас надо резко переключиться на наши огненные танки, да? Для того, чтобы поджарить эту толпу. Они вообще реально дикие. Ну, жухаем, жухаем, жухаем их. Вот. То есть, получается, они будут идти сюда. Да, поджигаться на пламени. И толку от них будет немного. Но для того, чтобы остановить эту толпу, нужно уничтожить стадион. На самом деле это не так просто. Не так просто в силу того, что здесь также еще ездит противник, курсирует по этим дорогам, да? И поэтому надо быть максимально аккуратным. Ну, так или иначе, давайте подъедем поближе. Там фишка в том, что еще слева вышка есть защитная. Которая также усложняет нам задачу. Значит, здесь все хорошо. Здание держится. Смотрите, пытается наломиться, но безуспешно. Все хорош. Так, значит, что-то по резам. Где-то мои резы, да? Условно. Давайте, значит, закажем побольше пехоты. Вот этими танками можно аккуратно продвигаться к стадиону. Жарим, жарим. Они реально очень сильные. То есть, они и здания, они технику сносят просто на изи. Поэтому не стоит их ни в коем случае недооценивать. Сейчас, как только они уедут, подмутим еще немножко денег. Все, захватываем. Сообщают о каких-то потерях. О, кстати, резы, 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 резы. Как-то их проглядел. А где кого я теряю-то? Вроде все хорошо, да? Вроде все хорошо. Давайте, значит, закажем побольше вот этих ребят. Ну что, и танками будем аккуратно продвигаться вперед. Жарьтесь, жарьтесь, ублюдки. Они реально делают вырванные годы. Фоу-фоу-фоу-фоу-фоу-фоу-фоу-фоу. Атакуют и атакуют постоянно. У меня большая пушка. Хакеры перестали добывать. Вот этот чертов скрип полностью снял, получается, все эффекты, которые были на моих войсках. А где потеряно-то? О чем ты? Ах ты, чертяка, мне танка снизу снял. И резов, главное, нету. Черт возьми. Просто я переживаю за то, что он может по низу спокойно пробегать. Ладно, пусть этот пока стоит, прикрывает. Но одного танка это, мне кажется, мало. Нужно тоже это учитывать. Пехота идет вперед. То есть наша задача сейчас перехватить. А те танки, которые курсируют по этому городу... Вон они, во-во-во-во, видели? Сейчас мы вас захватим, перехватим. Продолжаем жарить. Ну что, войска усадил. А, хорошо. Давай сюда еще. Как-то много их, по-моему, даже построил. Ничего-ничего, сейчас мы его пожухаем. Давай, иди сюда. Аккуратно передвигаемся. Во-во-во-во-во-во, пошла жара, пошла-пошла-пошла. Херачим танки. Фу-фу-фу-фу, пару вертух, да? Все готово. Продвигаемся дальше. То есть, по крайней мере, мы обеспечили себя плацдарм. А так, чтобы уничтожить, а можно было этот... Чертов стадион. Все-все-все-все, там еще есть танки, которые курсируют. Но они сейчас будут быстро выбиты. Тут все успешно жарится, хорошо. Ждем-ждем-ждем, они сейчас сюда как раз подъедут. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Там очень много ракетчиков. Вот эти только что-то не хотят подъезжать. Ну, мне кажется, они подъедут рано или поздно. Значит, здесь на базе все хорошо, насколько я понял, да? Давайте закажем техники. Хотел сказать побольше. Ресов вообще нихера нету. Побольше. Какой там побольше? Я слушаю. Давайте денежку отмутим немножко. Так, ну что? Справились или нет? Или все еще техники... А, ездят, ездят, черти. Надо вот сюда пересадиться. Надо чуть дальше пойти. Ладно, похер, короче. Давайте аккуратно проезжаем. До сюда они вроде не доезжают, так что можно аккуратно сбоку пожухать этот чертов стадион. Единственным способом уничтожить разъяренные тропы является разрушение стадиона. Поторопитесь, пока не началась новая атака. Да я понял, что стадион надо уничтожить. Если было бы все так просто. Заливаем тут все огнем. Может, танками прийти добить. Но, опять же, я переживаю за ту вышку, которая находится слева от стадиона. Но дело в том, что нет техники, которая это вовсе сделала. Построить, не построить. Просто здесь осталась только одна машинка. Я переживаю за то, чтобы ее хватило. За то, чтобы ее хватило. Так, ну что, тут жухается все. Похоже, он мне где-то успел бомбануть пару этих огненных танков. Насколько я понял. Меня единственное напарит вот эта техника, которая ездит туда-сюда. Все, больше меня остальное ничего не напрягает. Ну так или иначе, у нас сейчас танки построятся. Так что, пойдем в атаку. Захерачим ту вышку. Ну давай посмотрим, что там, поресам у тебя. Ну с резами, насколько я понял, у него у самого как бы печалька, да? То есть, последняя-последняя просто пытаемся вытащить из него. Ну что, поехали танками, захерачим его. Самое главное, под поезд не попасть. Квест номер один. Как только мы уничтожим стадион, у нас развяжутся руки. То есть, мы будем более свободны. Можем сконцентрироваться непосредственно на нашей задаче. По уничтожению моста. Давай сюда. Ну неплохо это здание сдерживает оборону. Уже сколько войск покосили, да? Аккуратно проезжаем. Разумеется, часть танков мы отдадим, но ничего не поделаешь. Это вынужденная жертва, я бы сказал. Подразделение потеряно. Вот. Фигачим, фигачим. Хорошо. А теперь аккуратно отводим. И надо как-то это, проехать вперед. И зафигачить, в общем, этот стадион гребаный. Не подставляясь под пламя, разумеется. О, ты так долго будешь ковырять. Давайте лучше сделаем вот так. Подъедем огненным танком. Огненным танком кататься хорошо, потому что огонь на него не действует. Ну че ты попасть не можешь, что ли? Какого черта? Ну начинается. На ровном месте. Генерал, поезд доставил новые войска, GLA. Пусть все будет с базаром. Так, это хорошо. У нас получается здесь вся техника курсирует, да? Сейчас я танки огненные построю. Пойдем еще раз попытаемся захерачить этот стадион. Самое главное не торопиться в том плане, что... Так, давайте лучше этот отменю. Не торопиться, потому что там очень опасно, да? То есть одно неверное движение, а ты можешь лишиться танков. С резами у меня все как-то печально, поэтому не хочется как бы на ровном месте где-то танки терять. Лучше сделать все с толком, с чувством, с расстановкой. О, а это что за ребята? Со стадиона, что ли? А хера ли они здесь бегают? Да ничего, 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 сейчас им недолго осталось. Сейчас мы их зафигачим. Этот стадион реально делает вырванные годы. То есть он, получается, видит, где мои войска находятся, и пытается туда со стадиона наломиться. Сейчас тут все пожухаем. А танки могут сагриться сюда как раз. Они, походу, под пламя-то как раз попадают. Или не попадают? Нет, чуть-чуть не хватило. Ну и хорошо. Это хорошо, что не попадают. Давайте чуть дальше проедем. Осталось немножко, да, ребят? Ну, гори уже. Наконец-то. Стадион это просто делает вырванные годы. У них такой большой урон. Их так много. Они постоянно плодятся и плодятся, эти твари. Откуда там столько народу на стадионе? Черт его знает. Усаживаем в это здание. Сейчас как раз перехватим этот конвой. Фок-фок-фок-фок-фок-фок. Во, хорош. Значит, на базе заказываем побольше техники. Ну что, ребят, неплохо мы так почистили, да? Значит, давайте их заберем. Идем дальше. Генерал, поезд доставил новые войска GLA. Ну, получается, еще пехотой будут постоянно атаковать. А, чертяга. Так, а тут уже непосредственно... Уже сам мост начинается. Давайте, значит, высаживаем нашу пехоту. Усаживаем в это здание. Сейчас мы, в общем, соберем наши войска в кучу. А посмотрим, что есть у противника. Ну, в общем, надо думать, 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 что там нужно делать. Что нужно делать и как лучше это сделать? О, начинается движуха. А ни хера себе он мне пехотой покосил, слышь. Прикиньте. Он и танки убил. Он и пехоту всю мою убил. Просто прокатился рядом. Ну, надо в любом случае восстанавливать пехоту, потому что она нужна мне в атаке. По деньгам, конечно, дорого, но что поделаешь. Так, значит, что у нас там по лесам? Где там мои лесы, да? Как раз машины только что проехали, так что можем спокойно добывать. Не вникая в ситуацию. Во-во-во-во, впереди-впереди еще конвои ездят. Сагрили, сагрили, сагрили. Хорошо. В общем, пока, ребят, не атакуем, потому что прежде, чем мы атакуем противника, нужно побольше ракетчиков иметь в своем запасе, скажем так, да? Так что пока атаковать нельзя ни в коем случае. Давайте, может, даже не знаю, каких танков лучше построить. Короче, фишка в чем? Здесь, ааа, мне надо огненных, у меня же их вообще нету. У него очень много войск, которые сидят в зданиях. Поняли намек, к чему я, да? То есть, надо просто на пухер подъехать, захерачить у него войска в зданиях и все. И продвигаться дальше. Потому что без этого просто никуда. Вот единственное плохо, что я на ровном месте отдал огненные танки, да? Которых у меня было там, по-моему, четыре штуки. Просто по... Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Просто по невнимательности. Можешь, можешь, только подожди. Сейчас это машины проедут спокойно. Заберем денежки. Во, теперь захватывай. Поезд доставил новые войска, Джей Лэй. Так, ну что, где там моя пехота? Еще бежит, еще бежит. Во, 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 во. Ну, нам в любом случае нужны огненные танки. То есть, когда уже огненных танков станет побольше, уже можно будет что-то делать с противником. Так, давайте прикинем. Получается у него раз, два, три, три здания. Дальше у него там защитные вышки идут. Насколько я помню. Ну, давайте аккуратно подъедем. Фу, хорош. Просто один залп и давай, до свидания. Нихера себе у тебя дальность. Фу. Отходим. Слушайте, так, смотрите. Получается, само здание-то толком и не рушим. То есть, фактически... Сейчас можно как сделать? Можно здание прожечь и тут же своих туда посадить. Как думаете? Мне кажется, так будет даже лучше. Так, давай, сжарим его. Вот. Бегачим, бегачим, бегачим. Подразделение потеряно. Неплохо они тоже, кстати, атакуют. Пересаживаем в другое здание. Быстро, быстро меня сняли. Ха-ха-ха. Ну что ж, а давайте заказывать еще пехоты. В принципе, можно попробовать танками наломиться. Но что-то я, блин, очкую. Что-то как-то его сильно много. Не знаю, получится у меня просто это или нет. Хотя, с другой стороны, там что у него осталось-то? Понты какие-то, да? Ну, опять же, это вышка тоже. Давайте его немножко пожарим, вот так. Пусть подходит. Ха-ха-ха. Или лучше не коцать это здание. Короче, смотрите, мы можем просто в это здание посадить, да, и сломать те вышки. Все ясно понято. Теперь я понял, что нужно сделать. То есть, получается, садим сюда, уничтожаем эти вышки, и все будет хорошо. Ну, а как обычно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что-то я чувствую, что не все так просто будет. Пехота готова. Давайте сразу их вот сюда, прямо в здание. Лутуса забираем, потому что больше бабки мне не нужны, насколько я понял. Ну, если сейчас все получится, если все грамотно сделать, да, то есть, то можно уже не переживать-то еще денег. Проходим дальше. Готово. Быстрее. Готово. Все чисто? То есть, наша задача убить эти вышки, в силу того, что они палят лотоса, да? Если бы они не палили, тогда уже вопросов как бы не было. Ну, а коли палят, то надо их убивать как-то. Вот еще и танки там, и херанки. Отходим. Неплохо у него, смотрю, техники там. Подразделение потеряно. Отходим, отходим и не вникаем. А, я еще и не добил его. Да ты живучая скотина, сдохни уже. Так, а где пехота-то? Где моя пехота бежит? Вот она. Ну, хорошо, хорошо то, что часть войска я там у него уже подснял. А то опять бы пехота отдалась на ровном месте. Ну, сейчас самое главное вышки. Все, вот с вышками справимся. Вопросов уже возникать больше не будет. Подразделение потеряно. Ни хераси, а ты там разошелся, епту. Вы стреляете вообще, нет там? Похоже, стреляют, только что-то как-то очень уныло. Подразделение потеряно. Давайте попробуем сбоку заехать. Здесь он мне не должен палить, а можем использовать пламя. Попробуем, вот так. Достанет до него, нет? Подразделение потеряно. Ха-ха-ха-ха, весело. Заказываем, значит, танков больше. Генерал, поезд доставил новые войска GLA. Что-то казалось бы уже, ну, почти-почти уже, как бы, да, все уже сделано, но не хватает. Чего-то не хватает. Там еще и машинка у тебя есть, ни хера себе. Машинка это плохо. Машинка тоже меня палить будет. Или, может, вообще, знаете, как сделать? Попытаться отвлечь. То есть, смотрите, мы можем техникой пойти в атаку и тут же вот этой херобурой пробежать лотосом. Подразделение потеряно. Или опасно? Не, можно было попробовать. А сейчас уже опасно. Ха-ха-ха, надо было попробовать, реально. Просто я боялся, она же с плашом эта херня долбит. То есть, она могла просто с плашом задеть. Ничего-ничего, сейчас у нас будет пару огненных танков. Можно заехать сбоку. Ничего, он там кипишит. У него сирена, сирена херачит. То есть, он, получается, еще отсюда достает. Ну что, попробуем, ребят? Отходим чуть вбок. Давай, сжахай. Через. Подразделение потеряно. Проходи вперед. Ха-ха-ха, получилось. Ну, можно было просто подождать подольше, да, когда танков станет больше и наломиться. Ну, в общем, решил сыграть так на шару немножко. Не понимаю, ну, почему нельзя было использовать авиацию? Нахера вот эта многоходовка? Черт возьми, а. Да, ты только свали отсюда еще успей. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едет поезд запоздалый. И сейчас он бомбанет. Ха-ха. И ГЛАшка улетит прям в грот. Как эпично. Ну, неужели нельзя было самолеты использовать? Все, прекратили эти поставки постоянных войск. Мы победили. Мне еще так нравится? Мы победили? Ха-ха-ха. Ну что, ребят, поздравляю с успешно пройденной миссией. Миссия реально была сложной. Но за счет того, что я немножко разобрался в концепции того, как надо ее правильно проходить, в общем, получилось как получилось. На этом я с вами прощаюсь уже до следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok